Из 19 века прямиком в современный Иркутск. Сегодня маленькие иркутяне смогли почувствовать себя лордами и леди позапрошлого столетия. Впечатления новоиспеченных дворян выслушал Петр Неупокоев. Шестилетнего Костю Кошечкина наряжают не к первому сентября. Сегодня он в роли юного дворянина 19 века. Примеряет костюмчик из модного салона в усадьбе Сукачева. Наряд буквально пару дней назад доставили прямиком из Англии, где шили по специальному заказу музея. Вместе с ним прибыл и наряд для девочки. Это костюм для девочки, которые носили в то время. Тогда стала уже формироваться детская мода. То есть если до этого девочек и мальчиков одевали до определенного возраста примерно одинаково, то в 19 веке уже пошло разграничение. Стали украшать различными бантами, рюшами и так далее. Потом также были костюмы какие-то специальные для различных торжеств. Костюм Константина прогулочный. Парень, конечно, и сам бы мог облачиться в наряд, но уж если играть роль дворянина, то до конца. А в то время, как известно, детям из благородных семей помогали одеваться гувернантки. Да и на прогулку чаще всего дети отправлялись с прислугой. Ну а пока Костя и Мария собираются в парк, заглянем в гардероб модного салона. Говорят, там появились обновки и для взрослых посетителей. Гардероб модного салона регулярно пополняется и вещами для взрослых. Например, пару дней назад здесь появилась вот такая женская накидка «Тальма», названная в честь французского актера, мастера сценического костюма Франсуа Тальма, жившего в 19 веке. Ее, кстати, тоже сшили в Англии. Наряды английские, аксессуары к ним отечественные. Эту деревянную лошадку сделали по эскизам 19 века в Москве. Такие игрушки были излюбленным развлечением малышей, а в игру с Эрсой играли и взрослые дети. Так что сегодня у Константина получилась настоящая экскурсия в прошлое. И кажется, он этому безумно рад. Петр Неупокоев, Александр Дудин. Новости по будням.